Отец Андрей, здравствуйте. Меня зовут Аня, я из Москвы, мне 32 года. У меня такой вопрос. Грехи родителей, они как-то отражаются на дальнейшей жизни их детей? К сожалению, да. К сожалению, мы не рождаемся из воздуха, из пробирки, из тепличных условий, из чистого листа мы не рождаемся. Мы рождаемся от конкретного отца и конкретной матери. А наш отец имел конкретного отца и конкретную мать, то есть наши дедушки и бабушки – это конкретные люди, со своими конкретными характерами, с конкретными грехами, со всем вполне конкретным. И за нашей спиной туда в глубокую тьму истории, такими расходящимися волнами, уходят такие две полосы, такие большие. Представьте себе, за моей спиной, например, молодого мужчину и молодую женщину, это мои папа и мама. За спинами этих людей, представьте себе, еще одного мужчину, еще одну женщину, это дед с бабкой, с одной стороны, и там мужчина, и там женщина, еще тебе дед с бабушкой, с этой стороны. Потом за спинами каждого из этих дедов с бабушкой поставьте еще по два человека, их отца, их мать. И этот расширяющийся косяк людей уходит в жуткую тьму веков. Туда, к Адаму и Еве, куда-то там в глубину. И это конкретные люди. Конкретные люди. То есть у них были конкретные таланты, способности, раскрытые таланты, задушенные таланты, конкретные грехи, может быть, злодейства и преступления. Может быть, все, что хуже. И это все каким-то образом вошло в меня и во мне живет. Я не могу сказать, что я от них свободен. Я от них никак не свободен. Оно все как-то там связано с нами. Допустим, я могу реализовывать самые скрытые таланты, заложенные еще где-то очень глубоко. Или самые скрытые пороки тоже там же заложены. Почему, говорят, когда на земле монах появился, в аду грешники улыбнулись? Потому что я настолько сильно связан с ними, этими всеми, которых я не знаю, которых очень много, что если кто-нибудь из них в аду, а мы же связаны, и если я вдруг приду к Богу по-настоящему, и Дух Святой будет со мной, и я начну молиться за весь мир, допустим, то эта связь, как лампочка зажжется там где-то в глубинах темных. И эти люди, которые через 8 поколений являются моими прородственниками, они вдруг там возвеселятся. Кто-то там на земле из дальнего моего родства близок к Господу. И мне тут хорошо, потому что моя душа тоже начинает очищаться. А ну как-то так тоже происходит. Понимаете? Конечно, мы связаны. Конечно, мы это все наваливаем друг на друга, умножаем пороки, что называется. Почему люди становятся все более чахлые, все более болезненные, все более какие-то такие, ну, видите, да? У нас во всей философии нет никого, равного Платону. Хотя у нас куча философских институтов. Или Аристотелю. Все философы современного мира, там и 100 лет назад, и 500 лет назад, они все ковыряются в Платоне и Аристотеле. Все до одного. Потому что нет ничего выше. Ни в первом веке, ни в пятом, ни в пятнадцатом, ни в двадцать первом. Ну, нет ничего. То есть мы не стали гениальнее. Здания, построенные 7 веков до Рождества Христова, стоят до сих пор. А построенные 30 лет назад уже рассыпались. То есть мы в архитектуре не стали гениальнее. Мы нигде не стали гениальнее. Мы стали более чахлые и более дурные. Только у нас появился телефон. Вот, пожалуй, и все. Или выход в интернет. Но в этом интернете мы тоже делимся дуростями. То есть мы деградируем на самом деле. Когда вам говорят про прогресс, как бы, горько усмехнитесь и тайно сплюньте. Потому что прогресса нет, есть глубокая деградация. Во всех областях жизни. Ну, конечно, в первую очередь нравственная. Нет прогресса. Есть антипрогресс, есть регресс глубочайший. Так что, конечно, мы связаны со всем этим. Родишься в семье безбожников, а ты уже наполовину запрограммирован на безбожие. Ты никогда не видел маму молящейся. Ведь представьте себе, что было время, когда не было ни одного ребенка, на подкорке, на сетчатке которого не отобразился образ лампадки, горящей в углу, и мамы на коленях. То есть детки ложились спать, мамка осталась на коленях, молилась там еще, может, полночи еще, еще Господа. Они только слышали шепот там, там, вразуми, сохрани, там, помилуй этого, помилуй этого. То есть у детей, у миллионов детей на сетчатке с детства и на подкорке в мозгах с ранних лет отобразился образ молящейся матери. А где сегодня? У детей это есть сейчас такое? Нет. Мать, катающаяся на лыжах, мать, стоящая у плиты, мать, красящая ногти, мать, не знаю, лежащая в сауне на полке, завернутая в полотенце. Какая хочешь, мать, но только не молящаяся. Молящейся матери в сознании детей нету. А что вы хотите? Как вы будете верующим человеком, если вы родились в безбожной семье и вообще, значит, имя Господне не обвивало вас, когда вы были маленькими? Не было этого. И все. Конечно, передается все. И болезни передаем, и таланты передаем, и святость передаем. Но святости мы как-то не очень много передаем, потому что ее, в принципе, мало. Субтитры создавал DimaTorzok